И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как при помощи вашего смартфона можно управлять смартфоном, например, вашего ребенка. То есть это очень удобно, если что-то нужно, например, настроить удаленно, то есть помочь разобраться в чем-то. Каждый найдет применение, для чего это ему нужно. То есть с помощью вашего смартфона управлять смартфоном кого-либо. Так, как это все реализовать? Давайте покажу, расскажу. Для начала нужно на ваш смартфон, с помощью которого вы будете управлять другим смартфоном, установить программку под названием Timeweaver. То есть вводим в название Timeweaver Remote Control. Вот это вот первое я уже вводил, чтобы побыстрее все найти. То есть устанавливаем данную программку на ваш смартфон, при помощи которого вы будете управлять чужим смартфоном. Жмете кнопку установить. Итак, пока у нас идет установочка, давайте установим две другие программулины на тот смартфон, которым вы будете управлять. В моем случае это вот этот смартфон. Также запускаем давайте Play Market. Качаем следующие программки. Также Timeweaver. Но здесь нам понадобится версия хост. Вот такая версия. И для примера еще покажу версию Q-Support. То есть поставим обе версии. Работает и стой, и стой. Но покажу в чем отличие. И выберите сами ту, которая вам больше понравится. То есть давайте установим и ту, и ту версию. Так, пошла у нас установка здесь одной. И также скачаем и вот эту вот программку хост. Устанавливаем. Так, идет установка этих программ. Отложим телефон в сторону. Возьмем другой телефон. Здесь у нас также идет установка. Немного ожидаем. Сейчас все, ребят, установится. То есть на оба смартфона уже продолжу рассказывать, что нужно делать далее. Итак, ребят, установили все программы на телефоне. То есть здесь у нас основная версия Timeweaver. Здесь у нас две версии Q-Support и хост. В принципе, можно использовать их и обе оставить на телефоне. Можно выбрать только одну. Сейчас покажу в чем различие. Так, для начала запускаем на вашем смартфоне вот эту версию Timeweaver Control. Запускаем. Тут можете почитать, ознакомиться. Я жму начать. У нас открылось вот такое меню первое. ID партнера. То есть где нам взять этот ID партнера. Для этого нам и понадобится программка Q-Support. Жмем ее. Читаем, листаем. Жмем готово. Здесь у нас просят предоставить необходимое разрешение. Нажмем настройка. Поверх других приложений. Все отлично. Здесь у нас в приложении появился вот такой номер. То есть этот ID мы вводим на этом смартфоне. 451 получается. 016720. Ввели, да? То есть здесь есть два пункта. Это удаленное управление и передача файлов. Нас в данный момент интересует это удаленное управление. Жмем удаленное управление. На этом телефоне у нас идет запрос. Разрешите удаленную поддержку. То есть человек, который попросил вас помочь, жмешь здесь разрешить. Немного ожидаем, пока телефоны сконнектятся. Так, потом у нас выскакивает, ребята, вот такой вот еще запрос. Приложение Quick Support получит доступ к изображению на экране устройства. Здесь жмем кнопку начать. Собственно, все. Ребята, вот смотрите. Вот у нас это менюшка. Наш смартфон. А вот этим мы можем все управлять. Все дело здесь. Листать. Заходить куда угодно. То есть это я на этом смартфоне. То есть на Mi Maxi 3 управляю Redmi Note 5. То есть захожу тут в настройки. То есть отображается изображение вот с этого экрана на вот этом телефоне, на втором. И здесь вы уже можете все делать. То есть производить различные действия. И грубо говоря там помогать что-то, настраивать человеку, который вот использует этот смартфон. Внизу есть у нас вот такая еще штучка. Здесь жмем, можно включить виртуальную клавиатуру, закрыть это приложение. Также перейти в настройки, выбрать качество. То есть автоматически оптимизировать скорость или оптимизировать качество. Если у вас там супер интернет, ставите качество, будет все офигенно круто и красиво выглядит, все более ясно. Но если интернет будет слабенький, все будет лагать и выглядеть очень страшно. Если же у вас интернет совсем слабый, то ставите оптимизировать скорость. Изображение будет похуже, но зато все будет работать довольно-таки быстро. Так, надеюсь здесь все понятно. Собственно все. Управляете, делаете то что хотите. Назад тут переходите по меню, лазаете. Вы получили полный доступ вот к этому смартфону. Здесь надеюсь все понятно. Давайте вернемся. Нажмем сюда. Закроем. Закрыть. Так, ребят, здесь надеюсь все понятно. Передача файлов это просто вы передаете файл со своего телефона на вот этот вот телефон. Так, здесь мы разобрались. Давайте удалим этот кодик. Далее есть еще приложение хост. Вот это второе приложение. Давайте запустим его, покажу как оно работает. Для чего оно нужно. Это нужно для того, чтобы можно было подключиться к этому телефону без ввода этого ID партнера, которое выдается нам в программе Q-Support. То есть видите здесь код, мы его вводим и подключаемся. Для того, чтобы не вводить каждый раз разный код, мы можем использовать программку хост. То есть вот хост. И здесь мы переходим в эту вкладку. Видите, email, пароль. И зарегистрироваться. Здесь нам нужна регистрация для того, чтобы мы могли вот это все настроить. Жмем зарегистрироваться. Здесь вводите свое имя, например. Там я не знаю, Вася. Вас зовут Вася. Сюда вводите абсолютно любой email. Здесь придумывайте пароль. Там восьмизначный вроде нужно. Ну, поэкспериментируйте. Давайте я возьму, введу сюда 8 единиц. Так, вводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь также вводим опять 8 единичек. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Жмем зарегистрироваться. Ага, еще нужно по букве. Ну, не знаю, давайте по букве W. 8 единиц у нас и буква W. Так, зарегистрироваться. Так, все зарегистрировались. Появился вот такой вот пункт. Мои компьютеры. То есть, здесь будут у нас отображаться уже те устройства, которые будут подключены через программку host. То есть, вот эта программка host. Запускаем его на этом устройстве. И вводим вот этот вот email и пароль, которые мы только что ввели вот на этом телефоне. То есть, вводим то же самое. Тестовый, как он? Тестовый X называется. Тестовый XGmail. Так. Окей. И пароль у нас был, как мы там придумали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Жмем W. Жмем галочку. Идет у нас привязка устройства. Так, ребят, ну вот все. Готов к подключению. То есть, без всяких проблем. Получается дальше, что нужно здесь перейти вот в эту вкладку. На нашем телефоне. Вот телефон отображается. XIOMI Redmi Note 5. Нажимаем. Здесь есть пункт удаленное управление. Нажимаем. Подождите. Здесь идет запрос. Подтверждаем. И после этого, вот как вы видите. То же самое можно управлять уже. То есть, в хосте просто вам не нужно вводить ID партнера каждый раз. Вы просто автоматически будете подключаться. Но при этом вам придется пройти регистрацию, как я вам показывал. Вот так, в принципе, все легко и просто работает. Ребята, можете еще столкнуться с такой проблемой, что на некоторых устройствах управлять или через хост, то есть вот этот вот хост, или через Q-support не получается. То есть, подключается, а управление не идет. Чтобы исправить эту вот ерундовину, вам нужно скачать специальный аддон. То есть, для этого вам нужно зайти опять в Play Market. Здесь вписать Teamweaver аддон. Ну вот, я уже искала. В моем случае установлен универсальный. Вот установлен Teamweaver универсал аддон. То есть, вы его устанавливаете, перезагружаете телефон и пробуйте подключиться заново. Этих аддонов целое множество. То есть, под каждую марку есть, есть универсальный. Если универсальный не сработал, ищите уже индивидуальный аддон. То есть, под Huawei, под Samsung. То есть, видите, есть под Lenovo, OnePlus, Asus, LG, Mio, ZTE, Lenovo. То есть, целая куча. Nokia под любой смартфон практически здесь есть аддон. То есть, вы его ставите, затем перезагружаете телефон и заново пробуете подключиться. И уже у вас, в принципе, все должно заработать. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok